На эстраде в Струпах впервые прошел праздник, посвященный Всемирному Дню Снега. Мероприятие организовали Департамент молодежи и спорта Даугавпилской городской думы, Молодежная дума, Немецкое общество Эрфольк и Молодежный отдел Даугавпилского отделения Латвийского Красного Креста. Можно было соревноваться в метании снежков, перетягивать канав, сбивать цель валенками. Даже здание пробежать босиком по снегу оказалось по плечу некоторым участникам. А хорошее настроение получили все, кто пришел в этот день к эстраде в Струпах. Впервые в нашем самоуправлении именно проводится такое массовое мероприятие. Если в прошлом году оно больше было в различных учреждениях, допустим, детские сады в прошлом году проводили, то в этом году мы решили провести его централизованно, несмотря на то, что у нас не было запланировано его в нашем плане, и он не запланирован в нашем бюджете, то есть это для нас тоже своего рода вызов. Но так как горожанам нужны хорошие массовые семейные мероприятия, то, конечно же, мы не могли не использовать такую возможность. Такой возможностью отдохнуть воспользовались прежде всего те, кто любит проводить свободное время активно, с пользой для здоровья. Одни с удовольствием катались на санках вместе с детьми, другие, проведя разминку, занялись все более популярной в городе скандинавской ходьбой. Я считаю, надо людям поменять свое мнение, свое мышление и понять, что надо заниматься, не сидеть и смотреть телевизор. Пожалуй, самыми активными были студенты-волонтеры из разных стран. Для девушек из Португалии наши зимние забавы – невероятная экзотика. У нас в Португалии снег бывает только высоко в горах, но чтобы вот так прямо в городе кататься с горы – это очень необычно. Красиво и весело, но очень холодно. Состоялся и конкурс необычных санок. Победители были награждены кубками, календарями и конфетами. В Даугавпилсе есть немало возможностей – покататься на лыжах, на санках, просто погулять по заснеженному лесу. Организаторы пообещали, что день снега станет традиционным, и в следующий раз его отметят еще с большим размахом.